Очередная инициатива активистов из Чистых прудов. Жители своими силами уже построили парк, теперь принялись за другие проекты. На этот раз они планируют открыть в районе скейт-площадку. Где она будет расположена и что для этого нужно, выясняла Елена Шарегина. Парк открыли, школу построили и место еще осталось. Поэтому активные жители Чистых прудов решили создать еще одну площадку для отдыха. Какой это будет объект, долго не думали. У каждого дома оборудованы детские площадки и спортивные коробки. На первых играют дети, на вторых занимаются взрослые. А школьникам и подросткам заняться нечем. Вот и решили открыть для них скейт-площадку. Скейт-площадки нет, в городе их всего 2 или 3. Поэтому это очень актуальный проект. Подростки этого очень хотят. У нас были с ними разговоры, что они хотят, почему. И место здесь как раз просится под это. Проект площадки еще на согласовании, но активисты уже сделали наброски. На пустыре, где сейчас гуляют собаки, в следующем году может появиться заасфальтированная территория и металлические конструкции. Кстати, жители инициативу поддержали, но не единогласно. Не, пусть лучше делают скейт-площадку. Пусть тут, я не знаю, спортом занимаются. Намного лучше, чем вот так вот пустырь будет. По мне так лучше хоть что-то растет живое, чем все это закатают в какой-то асфальт. Я думаю, народ будет ходить, ну и детей очень много здесь. Микрайон как бы новый. Считаю, что надо будет. Общественный совет района уже не в первый раз пытается своими силами что-то изменить. Люди устраивали флешмобы, чтобы ускорить строительство школы. Обращались к властям по поводу поликлиник в районе и нехватки кадров в них. И даже единственный парк в районе не появился бы без активистов. Этот парк, он называется «Молодежный». Местные жители тоже строили по своей инициативе и, можно сказать, за свой счет, потому что участвовали в программе поддержки местных инициатив. На строительство ушло 4 года. Строили в несколько этапов. В этом году общественный совет готовит документы и подает заявку на участие в ППМИ. Если все получится, скейт-площадка рядом с парком появится уже в следующем году. Елена Шарыгина, Иван Малков, Бюро новостей Давича.